Кукольников на сцене родного театра в их профессиональный праздник днём с огнём не сыщешь. Они зажигают в других местах. На выезде в детских садах и школах или, например, вместе с Республиканской детской библиотеки открывают неделю детской и юношеской книги. Вот после таких совместных праздников и мастер-классов от профессионалов дети выбирают профессию артиста-кукольника. Всё понравилось. Хотелось самой работать в спектакле, с этими куклами возиться, одевать их, возить, передвигать, говорить за них. Вот так, как сейчас главный режиссёр кукольного театра Мордовия Лариса Сидорина учит юную Аню управлять куклой, также в своё время увлекла и Елену Лугаськову. И теперь Елена точно знает, что жизнь за ширмой трудоёмкая, сложная, но такая интересная, что уже более 20 лет она не выпускает куклу из рук и верит в особенность кукольника. Взрослый ребёнок, который продолжает, несмотря ни на что, верить в чудо, добро, и пытается дарить его другим людям, эту веру. Ну, это восхитительная такая профессия. Я её очень люблю. Вот эскиз кошки, такая у нас гламурная будет кошка. Вот это она. Она сейчас ещё у нас в тональном гриме. Наталья Кочнева показывает будущих героев ближайшей премьеры «Кошкин дом». Они ещё совсем без грима, но такие любимые куклы. За годы главный художник в театре создала их сотни. Потому профессию кукольника считает, что ни на есть своей. Кукольник универсален. Человек, который обладает богатейшей фантазией. Потому что создание куклы и создание мира вокруг этой куклы – это всё требует большой фантазии. Международный день кукольников в театре в этом году особенный, потому что год юбилейный. В 2018-м Государственному кукольному театру Мордовии исполнилось 80 лет. Солидный возраст обязывает к жизни активной. Потому будет много премьер, большие гастроли для маленьких по городам России и ответные выступления коллег в Саранске. Обо всём рассказывает Евгений Романовский, директор театра, который начинал с артистов вспомогательного состава. А на работу к кукольнике все приходят. Если не каждый день с весёлым настроением, то сегодня точно. Ох ты, пальцы! Пальцы не кусай! Не кусай пальцы-то! Нету совсем в ней сладости. Да ты что? Неси мне ослабший огурчик. Это хорошо! С чувством праздника. Это всё-таки театр, тем более профессиональный праздник. Он обязывает приходить на работу в хорошем настроении, в весёлом. Ибо всё-таки главное действующее лицо и в этот праздник, вообще в моей жизни это кукла. Театр кукол – это вот как тот скомарок, который должен играть и на дуде, и жнец, и куклу сделать, и сплясать, и как драматический актёр, и главное – фантазия. Вот это вот радует то, что в театре кукол ты абсолютно освободен в своей фантазии. Вечная молодость. Вот я бы так её охарактеризовала, нашу профессию. Которую мы все, конечно, очень любим. Поэтому до сих пор мы в ней. Татьяна Бебенова, Сергей Бебенов. Наши новости.